Этот компьютер... Ну что же, дорогие, ура! Кворум есть! Поехали! Давайте начнём с настройки. Соберём энергию, соберём наше общее поле. Сегодня с вами Анастасия Петрова и Оля Большакова. Мастера света, проводники по местам силы. В общем, разнообразные мастера не будут в нашей регалии сейчас перечислять. Большинство из вас нас знает. И у нас сегодня первый вебинар двухдневного интенсива «Активация кодов счастливой судьбы». Кстати, в зуме можно включать камеры. Всегда приятно вас видеть. Вот. И смысл и намерение нашей весёлой вечеринки сегодняшней — это почистить какие-то остатки хвосты несчастливости, где там у нас ещё сбоит наша судьба, а не те сценарии какие-то, может быть, ещё реализуются. Не на плюс десятку. Вот то, что ещё не на плюс десятку, будем подчищать и менять. И, соответственно, активировать программы, коды, энергии, настройки, состояние главное, которое будет давать нам всё больше кайфа, комфорта, радости, веселья, лёгкости и денег. Кому надо ещё? У многих, я знаю, уже всё и так само материализуется, как типа Оля. Но всё равно. Денег пусть тоже, да? Пусть тоже будет. Так. И сегодня у нас программа гибкая. Есть определённые намётки, но основное, конечно, если будут желающие, мы с Олей готовы поделать разборы, экспресс-разборы, такие же, как мы делали на активации кодов, родовых кодов богатства. Очень тогда хорошо зашло. Возможно, кстати, это будет последний такой интенсив за донейшн, потому что, ну, идёт, что пора уже делать это всё, ну, платно, да. Да, условия, кто вдруг не знает, условия участия. Интенсив – это донейшн, любая платка по сердцу, да, особенно, ну, в любом случае, да, для энергетического баланса. Ну, особенно, если вы хотите, чтобы все изменения нужные, да, вот, встроились и коды активировались, да, желаемые. Вот. Реквизиты потом в конце там приложим, где-то под записью. Но в Ютубе тоже, кто будет слушать, будут реквизиты в описании к видео. Вот. Что ещё по технической части? Ну, собственно говоря, давайте поедем, начнём с настройки и пойдём в практике. Хочешь, Оля, что-нибудь сказать вначале? Да, всем привет, рада всех приветствовать в нашем интенсиве. Я хочу сказать, что сейчас, на самом деле, волшебное время, да, сейчас будет буддийский Новый год, и как раз вот это время перед, ну, это будет волшебное Новолуние, и сейчас как раз самое время почистится, потому что именно в этот период приходят именно коды планетарные, да, коды именно для распаковки чего-то нового. Вот. И всех благодарю, кто пришёл, кто услышал, да, будет что-то интересное. Да, да, да. Кстати, Телеграм, напишите, пожалуйста, слышно ли вам Zoom, Оля, например, в Zoom. Меня, скорее всего, слышно под, как обычно, под последним постом. Поставьте какие-то плюсики, напишите, как слышимость, чтобы с вами тоже была связь. В Zoom тоже есть чат, можно там писать, можно там написать приветствие, или вообще показать, что вы тут с нами, слышите нас. Вот. Будет здорово. Да, и давайте сразу напишем запросы, да, что бы вам хотелось изменить, скорректировать. Уже начнём прописывать, чтобы поле стало работать. Так, комментарии. Слышно? Привет, девчата. Я, может быть, попозже зайду в Zoom. Хорошо. Спасибо, Ань. Угу. Вот. Оп. Так. Ну, давайте, в общем, вы пишите запросы. Я плавно начну заходить в эту медитацию и делать настройку. И сразу создаю намерение, чтобы все, кто придёт, все, кто будет слушать записи, особенно все, кто оплатит донейшн, чтобы у вас действительно произошёл классный, гармоничный, такой квантовый скачок в новую версию реальности, где всё ещё лучше. Давайте так, для тех, у кого уже всё хорошо, потому что многие из моих слушателей, ученицы, уже, в принципе, всё хорошо, там уже перешли практически в 4D-мерность, чтобы было ещё лучше, да, что вот те ситуации, моменты, где не на плюс десятку ещё, чтобы прям приближался к плюс десятке, когда вот, ну, мы умеем уже создавать прям кайфовые, кайфовые опыты. А те, у кого вдруг ещё что-то плохо, просадки по финансам или какие-то конфликты тянутся, или тяжёлые состояния, или что там ещё, с реализацией непонятно, муторно, невоятно куда идти, пусть это тоже всё исцелится, и вы выпадёте в реальность, где вам ясно, классно и весело. Вот так вот. Так, ну поехали. Давайте садимся удобненько. И несколько глубоких вдохов-выдохов можно сделать. Глазки лучше прикрыть сейчас. Почувствуйте своё внутреннее пространство, тело, душу. И с выдохом отпустите все напряжения, если есть. Весь стресс накопившийся, если есть. Все оценки, суждения, знаете, концепции, штампы какие-то, вот всё, что сейчас ментальное, такое, знаете, в ментале, шум ментальный, когда мы что-то оцениваем, себя, других, жизнь, ситуации, наклеиваем какие-то ярлыки, делаем какие-то прогнозы, особенно негативные. всё это прямо сейчас можно отпустить, так же с выдохом. и на вдохе наполняемся светом спокойствием тело наполняется светом легкостью душа сфера чувств наполняется тоже светом легкостью не сфера мысли сознание также наполняется светом любовью напитываемся буквально все тонкие тела физическое тело пусть прямо сейчас напитывается энергией безусловной любви я зажгла еще очищающую свечу которая будет поле чистить наполнительно носим все старое сгорает уже отслужившие ненужное тяжелое и новой энергии состояние уже прямо сейчас активируется кто готов присутствует в поле состояние легкости состояние творца состояние игры состояние веселья состояние магии пришло интересно это вот как когда ты понимаешь магию этого мира как все создается из энергии и как ты это создаешь тоже состояние чудес тоже пришлось когда ты начинаешь видеть чудеса чувствовать чудеса вокруг творить чудеса и прямо сейчас приходят фразы можно повторять из мета легализации правды я признаю и принимаю всех в своем роду и всех своих прошлых воплощениях и все свои прошлые воплощения кто был несчастлив страда постоянно боролся жил в лишении нищете в конфликтах борьбе напряжение я их всех принимаю признаю и даю им всем место насти еще идет обиженных на бога там да давай добавим да 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 может включаться на бога да на на всех обиженных на жизнь повтори пожалуйста то не та судьба бог не дам чего да да всех обиженных на судьбу всех недовольных судьбой всех кто в конфликте был со своей судьбой да признаем принимаем даем им место да и также я признаю и принимаем свою внутреннюю жертву страдалицу или страдальца для мужчин даю им место и вот когда мы говорим и буквально даем место внутри себя эти тяжелые фигуры или сценарий начинают рассознаваться взглядом нашей осознанности и любви еще признать привычку удерживать эту жертву вроде на ментале все как бы разрешено а в теле есть привычка признать это привычку удержания жертвы да 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 точно точно кстати так интересно я начинаю и вначале так думаю что у нас немного а потом чувствую на тонких планах прям больше больше то есть в записи видимо многие будут слушать и прям такое поле разрастается а вот и тут же стали в этот телеграм смотрю присоединяется народ а так я признаю и принимаю свою привычку удерживать свою жертву удерживать старое удерживать старый сценарий держаться за прошлое за прошлые какашки идет и быть как все подстраиваться вот под эту матричную реальность да 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 подстраиваться под сценарий своего рода своих родственников своего окружения вот эту матрицу типа чтобы не уделяться чтобы быть как все чтобы не дай бог не высунуться чтобы быть в этом серой массе признать свою серую часть признать свою серость да какая счастливая судьба вы что да 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 фу ой как классно так вот звонит Кирилл Петров видимо тоже хочет активировать годы счастливой судьбы да отец наших прекрасных деток первый муж пошлем ему тоже любовь и давайте сейчас идет от творца сейчас скажу знаете попросим творца активировать у нас знания о том как быть цветной как жить цветной яркую жизнь как разрешать себе быть разной как разрешать себе быть вообще любой и проживать ту жизнь которую хочется действительно которую мы самую лучшую версию своей судьбы которую мы запланировали на это воплощение и даже еще более лучшую которую не планировали и мы знаем что нам возможно нам разрешено мы знаем как это чувствуется в каждой клеточке тела классная счастливая судьба согласие с судьбой согласие с богом согласие с жизнью мы с собой главное. Фу! И все, что этому мешает, расходим, уничтожим? Да, пох и днах. Все, что этому мешает, пох и днах. Я полюбила это очищающее выражение. Мне кажется, оно даже круче работает, чем боден фок. Это на русскоязычном, так сказать, постсоветском пространстве классно работает. А, хорошо, хорошо, хорошо. Так, что еще? Сейчас посмотрю. Если есть, Оль, тоже можешь добавить. Сейчас. Ну, идет. Да, положила вывод из каждой клеточки тела, если брать это хилинг, вот эти привычки, все старые паттерны, все нейронные связи, которые связывают именно со старыми реальностями и вот этих нечастливых судеб, все это высвободить уже. Да, да, да. Давайте, прошу Творца, тогда высвободись из каждой клеточки тела, из всех тонких тел, из подсознания, из самых глубин, все вот эти программы, все токсичные чувства, энергии, эмоции, старые, несущие старые коды, старые матрицы, да, вот эти все старые, ну, как вирусные уже программы, страдалок, обвинений, жертв, вины, осуждения очень. Кстати, сейчас вообще очень прям актуально, сегодня буквально была в банке нашей девчачьи в Ломоносове, и вот там девочка прям осуждения, осуждения. я уже ей даже, ну, там, немножко сказала, просто свою позицию, что ты знаешь, а я не стала необъемничая, слушай, а я уже никого не сужу, я столько сессий провела, столько терапии с людьми, и вижу, что в каждом столько боли, ну, да, и что как бы грех вообще какие-то осуждения имеется, когда, ну, всем нелегко было, сейчас уже все легче, это все уходит, вот, и даже... Энергия осуждения, она закрывает получение, да, когда что-то судит человек, он, ну, это мешает получению возможности, благ, всего. Да, 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 да. Это же первая заповедь, не суди, не судим будешь. Да, 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 давайте все вот эти энергии суждения, оценок, особенно вот оценок других людей, что-то там кто-то не такой, плохой, такой-сякой, не так воспитывает детей, не так живёт, не так ходит, не так сидит, мужиков тоже наших любимых, давайте тоже все суждения, осуждения, критику, прямо сейчас рассоздадим, уничтожим, отправим свет творца. Знаешь, ну, в аксессии я скажу сейчас, ну, это матерно будет, есть такое выражение людей, которые судят, осуждающие пёзды. Ой, это прямо стильно. Сейчас в аксессии он всё больше начинает нравиться после ваших матерных. А мне захотелось розочку, ладно, я её сейчас. Да, он поднимает, поднимает, да, энергию, и вот люди, которые постоянно в осуждении, они вот называются вот как-то... Да-да-да. Так, сейчас, секунду, у меня прямо тут пошла трансформация, энергия прекрасной розы. Прекрасно. Настя, да. Что-что? Настя добавляет энергию розы в пространство. Да, вот так, сейчас. Ну, ладно. Ну, розу же мы не судим, да, роза, она про есть и просто растёт, просто красиво. Да-да-да-да, да, вот, просто красиво. Сейчас, секундочку, я с вами, я не могу остановиться, он мне прямо хочется. Настя, когда ты? Так, я побежала. Вот, вот. Так, в Телеграме не видно, но принимайте просто энергию розы. Спасибо прекрасному человечку, который мне ей подарил. Хорошо. Так, ну что же. А, запросы такие, друзья, такие запросы. Сейчас смотрю. Давайте в Телеграме немножко соберём ещё. А, и давайте напишите, кто готов на раскопки. Кто готов на наши сессии. А я пока тоже немножко поговорю, пока вы пишете. Значит, смотрите, что ещё пришло мне в преддверии нашего интенсива. С разных сторон много разной информации, как обычно. И, в частности, такая мысль, что скоро в новых реалиях вообще будет неприлично говорить о своих проблемах, когда кто-то собирается, да, в кругу, просто потому, что все уже будут понимать, что мы все творим свою реальность. И особенно, если человек какой-то будет жаловаться, да, там, критиковать и всё что-то, ну, будет странно. Типа, ну, ты же это всё творишь. Ну, в определённых кругах это уже и сейчас есть, но чем дальше, тем больше люди будут просыпаться и, в принципе, ну, то есть, будут говорить, видимо, о чём-то другом. Вот. Потому что это тоже, кстати, одна из причин, почему мы держимся, да, за старой. о чём говорить тогда, если не о проблемах и сложности. Вот. Что и в чём? Так. Так, давайте смотрю, что вы пишете пока. Запрос, хочу новую квартиру. Угу. Класс. Запрос на своё место, получается, своё пространство. Так, сейчас, что у нас в зуме? Так. Зум у нас партизанит. Зум что-то партизанит, да, ну, ладно. Есть желающие на раскопке-то? Или мы так будем болтать сегодня? По поводу чуда, кстати, сегодня выложила видео. Вчера у нас были тета-настройки сексуально-эротические, кто ещё не слушал. Welcome в Telegram. Вот, всё там. Большой доступ не выдаю пока. И замечала уже который раз, что утром после вот этой настройки мы когда проводим, потом день по-другому как-то очень волшебно начинает складываться, энергия чудес запускается. И я вчера пошла на тренировку и иду, и прямо в жилом квартале рядом со студией Белка. Прямо рядом со мной практически. У нас никогда не было, чтобы у домов Белки роется в снегу. Потом она ко мне ещё подбежала как будто поговорить хотела, потом на дерево как будто позировала. Для меня вот это тоже чудо. И вот такие чудеса постоянно. Потом иду, кстати, в тренировки и висит пакетик от сока. Из него сделали кормушку для птиц. Выложила, кстати, на YouTube уже в шорце. И там большая надпись «Любимый». И потом я подошла, опаньки, любимый, какой-то мой внутренний мужчина, мой любимый мне послание тут вот напоминает о себе. Я любимый, да, помню. Не знаю же, какой, что за аватар уже фиг с ним, но именно энергия любимого мужчины. А потом смотрю, там, знаете, вырезан, то есть там было сердце большое, и оно вырезано, чтобы птицы как в кормушке залезали туда и брали корм. То есть, и это для меня как открытое сердце, вы представляете? То есть, как дверка там или как дырочка такая. Я такая, ё-моё, сейчас аж мурашки идут. Это мы сделали такой процесс с Антоном, да, вот на растапливание вот этих вот программ тяжёлых, жёстких у мужчин, айсбергов. Я свои процессы какие-то делаю, с Олей мы работаем, да, по обмену. И вот тут мне такое подтверждение вселенной. У любимого раскрывается сердце. Вау! Просто чудо! Мы, кстати, возможно, в конце сегодня сделаем практику на тантрическую практику, тоже как раз-таки на раскрытие сердца мужчины, и она же будет приносить изобилие, деньги, потому что это энергия, безусловно, любви. Ну, возможно, сделаем. Есть такое тоже в планах. Так, хорошо. Готовы к раскопке. Аня, ну ты, это хорошо. Так, а у Рика наша запрос. Хочу машину, хочу новую квартиру. Угу. Так, ну чего, Анюта, с тобой делать раскопку? Ну, в принципе, можно. Почему нет? Почему бы нет? Ты со мной не делала никогда их. Да, кстати, да. Единственный раз, когда я к тебе приезжала в личку. А я с тобой разве на продвижении по-женски? Нет. Я не... На продвижении. Может быть, и делала, но я не признаюсь. Я не признаюсь, не хорошо. Ладно. Не, было, наверное, что-то там про бабушку. Да, да, да. Ну хорошо. В самом начале. Да, да, летом. Так, ага, давайте сейчас тогда перед раскопками, что еще хотела. Так, а, я хотела маленькую информационную паузу про, напомнить про наши ретриты, в основном для тех, кто в записи, конечно, будет слушать. Вот, потому что эта запись потом на Ютубе будет. Так, Танюша, я разрешаю себе проявляться и открываться для возможностей соцсетей. Дени, кстати, да, тебе пора, дорогая, уже. Да, помнишь, мы с тобой говорили как раз, что выходить в люди, нести эту энергию тоже трансформационную, тем более, ты это практик. Вот. Сейчас, дорогие, я хотела прочитать у нас как раз и вас вдохновить, и самой вдохновиться еще раз. у нас написала девушка-участница ретрита в Ленобласти, да, рядом с монастырем Александра Сверского, написала отцеп такой очень яркий. Вот. И он, кстати, тоже и про судьбу, и про энергии, вот, хотелось поделиться. А потом, наверное, пойдем тогда в раскопку. Вот. А еще у нас маккарты, да, Оля? Может, о, может, карту какую-нибудь вытащишь, для начала. Они у тебя тут под рукой? Как ты? На группу? Да, на группу, давай. На группу, на процессы, послания нам. Да, послание сейчас будет контур радости. Видно? Так, сейчас я для записи увеличу. Секундочку. Секундочку. Так, чуть-чуть отодвинь или придвинь? Нет, чуть-чуть. Так, контур радости, да? Угу. Классно. Это как какой-то круг, такой, как мандала, солнце, как будто бы, да? Такая очень позитивная карта для телеграмма, описываю. Ага, и какое же там послание? Контур, как про радость. Ага. Да, новые коды же, это же коды радости и коды, ну, вообще про радость. Ага. Окружи себя защитным контуром радости. Разрисуй его своему воображению яркими красками. Можно прямо сейчас сделать, да, представить вокруг себя контур радуги и разрисовать разными красками, украть замысловатыми узорами. Пусть он тебя одновременно радует и защищает. Знай, к человеку, напитанному радостью, не приникнет пустое и вредоносное. Радость – это особая, очень надежная форма защиты. В самом контуре радости и внутри его живут самые разные существа. Отыщи их на карте и сделай с вами помощниками. Ну, можно представить, что у вас на тонком плане есть помощники, да, прямо сейчас и увидеть их как шарики света, да, или каких-то животных, или каких-то ангелочков, или просто признать их и сказать, я благодарю и принимаю вашу помощь, мои помощники. Помощники в радости, да? Помощники в радости, да, в раскрытии этой энергии. Ага, классно. Код радости пришёл. Вот это уже новые коды пошли у нас, чувствуете? Первый код. Прям примите, раскройте. Давайте сейчас попросим у Творца дать нам каждой и каждому из нас знание, чувство, что такое радость, как это чувствуется, жить в радости, что это возможно и безопасно, как каждый день ощущать эту энергию, это состояние радости, как делиться радостью, как передавать радость, как получать радость. Как быть радостью? Ещё пришло. Как быть энергия радости, да, идёт. Прям быть, наверное, сердце, да? Да, да, да. А, хорошо. Всё, что это уменьшает, рассознаем, уничтожим. Да, всё, что этому мешает, рассоздаём, уничтожаем, нахэндпух. А, хорошо. Хорошо. Кстати, интересно, сейчас тоже идёт. Как это вот после нашего Антонова эфира, мне кажется, он запустил какие-то процессы. Оля мне тут присылает, ну, какие-то лингомы везде проявляются. Мне мой новый любимый тоже сегодня прислал. Ну, вот это для меня связано, кстати, с энергией радости. Почему-то пришло, что энергия радости связана с энергией сексуальности тоже, ну, такой вот здоровой. И там тоже много в этом такой вот радостной, какой-то живой энергии. Новую любимую сегодня прислал. Пишут, убирал воск после наших тантры. Убирал там с полу воск. И вот, смотри, ну, прям воск растёкся по армелингам. Такую картинку изображение, фотку присылает. Мне так радостно. Все присылайте Насте лингамы. Что? Я говорю, все присылайте Насте лингамы на радость. На радость. Можно не только мне, можно друг другу. Настя, может, челлендж сделаешь? Я помню, Вера сердечки всё собирала. Может, пришло время уже? Лингамы собирает сюда. Женская радость. Сделать следующий шаг. Женская радость. Мы будем слать. Я сегодня, кстати, тоже видела. Сегодня мужчина какой-то выходил из доставки из какой-то. У него такая штучка какая-то. Покопка я подумала, что сразу, да. У меня тоже утром был прикол. Значит, вчера мы с Олей созванивались в ВКонтакте. У меня звука нет на ноутбуке. В Телеграме созванивались, звука нет на ноутбуке. Ну, потом, ладно, уже что-то мы там разрулили. Антону сегодня пишу. Слушай, после нашего с тобой эфира на моём ноутбуке, почему-то нет звука. Антон такой мне перезванивает. Лингом на связи. Новый лейбл. Ник. Новый ник. В общем, смотрите, дорогие, мы тут вроде как болтаем и ржём, но это тоже активирует, да, это сейчас всё, активация новых кодов идёт, по сути, вот. и пробуждается вот как будто в моих полях, по крайней мере, вот в наших полях уже общих, пробуждается вот эта здоровая энергия сексуальности. И там как раз радость. Хорошо. Так, давайте всё-таки я тогда отзыв прочитаю, потому что там тоже классные модели. Если вы не радуетесь, Лингам, тогда вам к нам. Если вы не радуетесь. Что? Ещё раз скажи. Если вы не радуетесь Лингам, тогда вам к нам. Это проверка, тестов. Женские тесты женской реализованности, да, и счастливой судьбы. Вот, тест на счастливую женскую судьбу. Что вы чувствуете, когда видите Лингам? Не трогай. Ну, в принципе, это так. Ну, это да, это про принятие, собственно, мужского. Мужчины же радуются, хотят, чтобы женщины радовались. Да, да, да. И про принятие своего внутреннего мужчины, в том числе, кстати говоря. Принятие половины вот этой вот реальности нашей. Ну, и Йони тоже. Если вы не радуетесь своей Йони, вот. Тогда вам тоже к нам на ретриты, на разборы, на коуч-группу. Вот. Хорошо. Так. Хочу новый мужчин. О, запросы этот. Как это? Запросы растут. Запросы растут. Вот. Хорошо. Так. Можете написать, кстати, кто присоединяется, кто еще, кроме Анюты, готов к раскопке. Я все-таки давайте поделюсь радостным отзывом, потому что он еще тоже и про глубину. Пишу отзывы по ретрите спустя неделю. Это была моя первая поездка и живой формат. Конечно, сравнить с онлайн-встречами. Еще и в таком сильном месте, как у монастыря Александра Свирского. То есть Маша, она была до этого на онлайнах, так же, как и часть из вас. И вот решила в живую встречу вписаться. У нас живые встречи, ретриты ближайшие будут. Вот живой мастер-класс воскресенье мы запланировали. Пока непонятно. Есть какие-то запросы, но пока еще нет подтверждений. Вот, соответственно, не знаю, может быть, мы передвинем, посмотрим, Оль, да? Потому что там. И это, значит, воскресенье. В общем, если кто-то хочет, резко вписывайтесь. Чего? Я назову ретриты, ой, не ретриты, а давай мастер-класс назовем «Счастливый лингам». А, свечка, свечка «Счастливый» теряет. Сразу народ попрет. Кстати, да. Это только женщины причем. Настя, может, тебе совместить лингам-ритуал со свечками? Может, вам как-то... Кстати, у нас девчонки хотят повторить лингам-ритуал тоже сегодня там в нашем чате. Только после свечей. Да, да. В общем, вот такие свечки будем делать. Или в воскресенье, но, может быть, если сейчас не соберемся, то попозже просто сделаем. Очень хочется, да. Мастер-класс будет точно совершенно. Это в Питере, да, для питерцев. Ретрит у нас будет 24-25 февраля. Это в Выборге мистический тоже Выборг. Там, кстати, будет активация именно внутреннего мужчины, исцеление внутренней мужской энергии, чтобы защита, опора, да, кормильца внутреннюю. Вот эти архетипы будем тоже активировать. Оль, скажи, я чувствую, ты хочешь пару слов? Чтобы стояло внутри всё. Чтобы внутри стояло, на жизнь, кстати. На жизнь, да. Да, ведь женщина тоже может говорить, у меня там стоит на жизнь. Не стоит, стоит на какую-то деятельность, на какие-то отношения. Это наш внутренний мужчина, да. Вот, чтобы внутри стояло. Это же духовный стержень ещё, кстати, внутренний мужчина, да, вот эта вот опора. Вот это всё. А там в Выборге очень много. Там сама крепость, она как лингом, да, такой возвышается мощной над городом. Там очень сильные места. Да, дорогая, скажи пару слов ещё про Выборг. Про Выборг. Ну, там есть сильные места, пещеры перерождения, да, которые непонятным образом образовались. Они там яйцеобразной формы. И там одна мужская, другая женская, вот. И там есть пещера с мощной такой перерождающей, там, сформирующей энергией. Мы там делали практику перерождения. Вот Настя была, когда, ну, я ещё организовывала туда без Настей. Вот, с Настей будет, я думаю, намного мощнее. Вот. И будем делать перерождение, наверное, будем делать гармонизацию мужского и женского и выстраивать как раз эту опору вот в том месте. Ну, и потом у нас Выборг, сам Монрепо. Там тоже есть портал силы, есть портал исполнения желаний. Прям очень сильное место, которое с этими сейдами, ну, очень там, на самом деле, будет... Слушай, то есть мы в те же пещеры... Извинила и мощно. А? В те же пещеры пойдём, которые в лесу? Наверное, да. А мы проберёмся. Там не завалено снегом? Ну, возможно, завалено. Мы посмотрим. Мы будем по сугробам. Ладно. Надо это вот, кстати, нам разведать как-то будет, да? Потому что там ещё в лесах они... Там, может быть, в этом году снега просто много. Ну, в любом случае, да, там... Ну, в Монрепо очень много мест как бы интересных, физических выходов. Да, в Монрепо мощнейшее тоже место. Спасибо, дорогая. Ну, причём я тут бы... Ну, расскажу ещё, что я вожу... Это не там, где люди, да, ходят, там, где, ну, как бы люди не задерживают, и есть точки выхода энергии, да, которые очень такие шарашат, очень хорошо прочищают, наполняют, это как раз выстраивают этот... Эй, внутренний дух. Внутренний, да, да, внутренний стержень. Да, это точно. И девочки, и после вот нашего ретрита недавнего как раз многие говорили, что были, например, в тех же пространствах в районе там монастыря Александра Свирского. Многие уже ездили, но все делились, что вот таких мест они там не видели, таких ощущений, состояния не испытывали, потому что Оля прямо вот идет за энергией и знает уникальные, да, вот уникальные места, уникальные пространства. Через нее раскрываются буквально порталы в другие измерения, в места, реально в места силы. Это да, есть такое. Я сама по-новому увидела это место, хотя я в нем была когда-то. Вот. Хорошо. Так вот, все-таки, да, из отзыва. Вот. Этот ретрит для меня в первую очередь про позволение себе путешествовать. На пять лет я закрыла для себя эту возможность и теперь вновь позволяю. Поэтому, кто хочет раскрыть или усилить, да, вот эту вот энергию путешествий, тоже приезжайте. Реально, ну, прям включается. С нами будете потом везде летать, ездить легко. Мы большие путешественницы, опытные, да, и много где побывали. Вот. Еще про новые знакомства. Практиковать коммуникацию, проявляться, идти в новые опыты, быть собой, признание и принятие своих теневых частей. Самое невероятное, что со мной произошло, на расстановке. Я вышла из своих узких храмок, стала шире и увидела, как наши раненые детские части ведут бесконечные игры в мужско-женских отношениях, блокируя и лишая себя энергии. Да, расстановку, скорее всего, тоже, я думаю, мы сделаем и в Выборге, да, у нас вечер будет. Да, Оль? Вот. Потому что работает очень мощно. Вот. Наши родовые энергии всегда готовы наполнять нас настолько, насколько мы захотим. Нужно лишь открыться этому потоку. Так же, как сейчас, не только родовые энергии. Сейчас мне показывали, вот буквально на днях, и периодически мне показывают, а, с Олей мы вчера делали обмен, тоже мне прям показывают, что всё уже есть в пространстве, уже не надо долбаться, да, сверхусилия какие-то делать, как раньше, чтобы реализовать, ну, там, новую квартиру, нового мужчину, новую машину, новые возможности, новые путешествия. Оно всё уже есть на тонком плане. Оно, знаете, как с тонких планов, раньше как будто оно где-то ещё было далеко, да, и был большой разрыв между желаемым, желаемой реальностью и действительностью нашей вот этой человеческой. А сейчас тонкие планы и земные у меня шмурашат, они начинают всё больше объединяться и вот спускаются, да, вот энергия, образы, они всё больше, то есть земная реальность, она как будто поднимается, возвышается, возносится, да, а вот все тонкие, как бы вот эти вот структуры, они наоборот спускаются, нисходит, дух нисходит в материю, и вот этот союз духа с материи становится всё плотнее, и задача уже просто открываться, позволять себе допускать новое, и оно будет легко приходить в нашу жизнь. Вот я по себе смотрю, то, что мои там личные приключения, которых я рассказывала, для меня это тоже какой-то сценарий, который мне годами длился, вот самый классный мужчина меня там отвергал, самый вот, да, вот я там влюбляюсь, не стыковка, не встретиться никак, ну вот не сыпать, а тут такая же энергия, то есть вот через посвернённый мужчину пришла, я ощутила, что пришла вот эта энергия, которая мне очень вкусная, мужская, очень нравится, которая была для меня как будто бы недоступна, и опа, вот эта же энергия через этого мужчину, прямо с его качествами даже какие-то, то, что он даже йогой занимается, как вот мой близнецов, внутри мужчины, ну здесь всё, вот оно оп, и оно материализовалось, я такая, ё-моё, блин, ну вот, и вот это вот, да, ну такой союз, тантра, связь в физическом теле уже, да, как будто вот это, я работала с тонкими планами уже много, союз мужского и женского, вот это простраивалось, целят, и тут вот этот союз, я не знаю, опять же, надолго-недолго, но я вижу, что вот он воплотился в физической реальности, вот оно, и это уже очень высокого плана, да, да, понятно там, у меня были разные отношения, ну вот таких отношений, пусть это даже разовая там встреча, пока я не знаю, да, но вот именно вот такого уровня контакта, близости, какой-то открытости, нежности, у меня не было, наверное, ни разу, вы представляете, и так всё сейчас возможно, сейчас вот эти вот классные, комфортные места, машины, вот всё, оно тут уже, вот, ну всё, на всё вынесло, так, продолжим, да, продолжим, так, сейчас смотрю чаты, так, в общем, трансформации, вот это про то, что нужно лишь открыться этому потоку, да, трансформации группе происходили во время всего ретрита, Настя и Оля, наши опытные и прекрасные ведущие, отлично дополняли друг друга, сделали всё, чтобы было комфортно, весело, легко, безопасно, и сытно, каждой участнице, я набрала пару килограмм, если что, девочки, кто хочет постранять, это не к нам, да, хотя, нам тоже, к нам, к нам, кто надо, кому надо постраняет, кому надо наберёт вес, вот, и никогда ещё, в моём опыте, точно, глубокие проработки, не были такими, лёгкими, и радостными, хочу поблагодарить всех участниц, за доверие, душевность, уникальность, мы как разные грани, одного целого, благодарю, вот, хорошо, ну что же, сейчас посмотрю телеграммчик, вы ещё тут, дорогой телеграммчик, так, угу, из телеграммы никто не хочет на раскопку, хотя лучше, да, лучше в зуме, наверное, телеграмм может быть там не слышно, а, вот ещё написали Маше, а ещё хочу пойти в реализацию, мой внутренний мужчина уже готов, ждёт отмашки, а я всё не решаюсь, ну, надо ещё подресурсировать, возможно, внутренним мужчинам, да, как-то, накачать его ресурсами, энергиями, а, хотя он уже готов, а ты не решаешься, ну, значит, тебя, в общем, туда вопрос, какие ещё части боятся, какая-то есть услуганная часть, ну, что, Анют, готова ли ты? Да, ты пока рассказывала, как раз, у меня уже были, аналогии с твоим процессом, хорошо, интересно, какой же у тебя запрос? Хочу квартиру, я нашлась уже в коммуналке, мне реально тесно, то есть я прям хочу уже своё пространство, но больше, давай пиши немножко, как ты будешь себя чувствовать, что за квартира? Пиши, ну, меня прям вот приходит, ну, мне дышать будет легче, у меня, мне реально тесно, мне хочется больше пространства, я буду, я буду танцевать, я хочу там всё сделать, ну, как обставить, больше, семья у меня будет собираться все вместе, чтобы, сейчас мы каждый в своей комнате сидим, я буду очень рада, я танцевать буду и петь, у меня была квартира, и, ну, это реально, мы танцевали и пели, да, потому что, и приглашали гостей, вот это вот такое, вот хочется такого состояния, а что сейчас тебе мешает? воплотить эту квартиру? Ты знаешь, мне мешает, мне трудно представить, да, вот даже, ну, в том плане, что, нет, я уже представляю, но моя квартира была в другом городе, да, и вот что в Петербурге, ну, это же всё по затратам гораздо дороже, то есть, вот этот какой-то действительно выход на другой уровень, естественно, у меня сейчас нет там, если бы у меня были, были достаточно денег, да, чтобы, это первое, я бы сразу, да, ну, есть какие-то деньги, но это кажется просто неподъёмной суммой, второе, мне мешает, я не могу понять, какой район я хочу, ну, то есть, ты сейчас рассказывала, да, что был такой мужчина, был такой мужчина, вот я представляю, вот я очень люблю район, в котором я живу, да, но тут, блин, такой плохой воздух, я люблю район, там, другой, там, ближе к Кубчино, да, мне там нравится, там у них, ну, тоже нравится мне место, да, вот, я подумала, может быть, есть третье место, которое ещё лучше, да, как у тебя, мужчина, вот мне тоже пришло, как будто первое, это важно определиться, почувствовать, поездить, может быть, по районам, да, я вроде уже где только не была, в Петербурге, то есть, я в своё время уже пообъездила, ну, может быть, почувствовать, но, ну, и денег мне надо, больше, давай, Оль, есть что по диагностике, мне там один момент пришёл? Слушай, мне, во-первых, непонятно, это в аренду или купить? Купить, естественно, нет, я хочу свою, свою хочу, квартирку, ну, мне по диагностике идёт, что она отталкивает прям, ну, как бы, она говорит, хочу, но она отталкивает, она это я? Да, говори, пожалуйста, ты, Аня, ладно? Да, я же тебя вижу, Оля. А, да, да, это важный момент, что ты отталкиваешь. Я тоже не люблю, когда при мне говорят. Хорошо. Спасибо. А ещё тогда можно вопрос, Ань, а ты не хочешь пока временно снять? Нет, я хочу свою. А, чтобы потом, как шаг к своей? Нет, я уже снимала, я уже жила в квартирах, ну, то есть, я знаю, как это. У меня уже всё было, не было только своей в Петербурге. Ага, хорошо. Олюшка, есть что-то ещё? какая-то родовая история там. Ну, давай, Аня, попробуй, да, давай, Аня, вот так вот сейчас. А как в теле, вот когда ты понимаешь, слушайте, я сейчас прямо вспотела, то есть, ну, вот как бы у меня верхняя часть, да, мне жарко, то есть, у меня вот плечи, какой-то прям жар идёт, а поясница, как холодок такой. Особенно, когда про родовую историю, я вроде стала искать мыслями, да, но больше физически у меня пошло. Да, сейчас смотри в теле. И ещё такой момент, вот когда ты вот живёшь в этой коммуналке сейчас, и вроде как не хватает пока средств купить, что в чувствах и в теле? Ещё. Ну, вот сейчас мне реально, мне прям хочется отодвинуть стены, то есть, ну, мне мало пространства. Я когда, ну, приезжаю там к родителям домой, допустим, или как, ну, когда я после большой квартиры приехала сюда, и как-то это ещё, у меня прям ощущение, что у меня в теле я так, ну, вот расширяюсь, то есть, и сознание расширяется, я... Подожди, а когда вот сейчас живёшь маленькой, получается, да? Ну, мне тесно. И как это в теле? Ну, меня, наверное, придавливает. Угу. Угу. Ну, давай попробуем, начнём фразы, потому что, ну, давайте с фразами посмотрим, как реакция тела будет, прежде всего, да, все изменения в теле у нас происходят, кому откликаются, напоминаю, вы можете повторять тоже эти фразы, потому что часто в поле похожие программы, понятно. И вот Оля сказала отталкивать, да, мне хочется всю стенку оттолкнуть, отодвинуть. Угу. Давай так, я признаю и принимаю всех в своём роду. Я признаю и принимаю всех в своём роду. И в своих прошлых воплощениях. И в своих прошлых воплощениях. Кто задохнулся? Кто задохнулся? Был придавлен. Был придавлен. Погиб в заточении? Погиб в заточении. Или... Да. Или кого? Ну, как-то засыпали идёт. Вот что такое? Засыпали, придавили. Фу. Кого засыпали, придавили. Угу. Кто погиб тяжёлой, мучительной смертью? Кто погиб тяжёлой, мучительной смертью? Я их всех принимаю, признаю и даю им место. Я их всех принимаю, признаю и даю им место. Там ещё кто погиб в своём доме. В своём доме именно. В доме их засыпали. Сейчас добавим. Не показывают. Хорошо. Сейчас договорим, хорошо. И добавим. Да, да, да. Ага. И я принимаю этот опыт. Я принимаю этот опыт. Ровно по той цене. По той цене. Которую он мне достался. По которой он мне достался. Вдох, выдох. Вдох. Я признаю и принимаю всех, кто погиб в своём доме. Я признаю и принимаю всех, кто погиб в своём доме. Кого засыпало? Засыпало, да, Оль? Меня вот тоже засыпало. Да, засыпало прям сверху. И такое, как будто... Ну, что-то разрушилось. Или дом, или что-то. И, короче, человек там погибает. Мурашки. Как землетрясение, может быть. Что-то такое. Разрушение, землетрясение. Или просто дом... Фу. Признаю и принимаю. Это такое дело? Ну, как бы, контракт никогда больше не иметь, да, такого, как бы, никогда не переезжать. Как вот такое, что-то такое с домом связанное, как договор сам с тобой. Жить в твоём доме опасно, да? Иметь свой дом опасно. Именно при переезде. Он переехал, короче, и... Ну, как бы, что-то такое с этим связано. Анюта, ты как сейчас, дорогая? Ну, у меня вот ощущение вот тут в затылке. Пытаюсь найти аналогии, да? Не нахожу именно, чтобы... Это может быть вообще здесь, ну, лучше ума минимально, да? Ну, да, 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 да. Потому что это может быть пласты, которые мы вообще не знаем, да? Какие-то давние, родовые или же прошлые воплощения, которые мы умом, все сознание можем не знать. Это просто где-то коды такие сидят. У меня всё равно мысленное... Мне приходят в голову там мои две бабушки, да, которые... Ну, а все живут в домах, то есть в хороших домах, которые построили мужчины. Единственное, что мужчины, построив дома, поумирали. Тоже интереснее. Ну, может быть, это продолжение какой-то той истории, которая была более глубокая. То есть их не засыпало, конечно, но они оба умерли. Угу. Там какая-то программа. Давай, если ты согласна, попросим Творца завершить программу, что создание своего дома — это конец. Ну, как будто это конец жизни, это финальная точка. Вот такое идёт. Согласна? Может быть, да. Вот хотелось бы завершить. Здесь проговаривать уже ничего не надо. Я совмещаю это хилинг и метод легализации правды. Поэтому здесь просто, ну, ты соглашаешься. Я сейчас прошу Творца завершить эту программу. Что создание, обретение своего дома — это как будто бы всё. Ну, цель достигнута, можно сваливать. Ну да, очень хочется завершить. Ага, да. Прошу выгрузить из каждой клетушки тела все составляющие этой программы. И хочешь ли ты знать, что иметь свой дом, своё пространство безопасно, свой дом собственности, возможно, для тебя разрешено? Ты уже знаешь, как это чувствуется. И ты знаешь, что ты, твой дом, твоё имущество всегда под защитой Творца. Как сейчас в теле? Чувствах? Ой, ты знаешь, у меня в руки, да, у меня по-прежнему верхняя часть более включена, чем нижняя. Наверное, я бы вот так дышала. То есть какое-то напряжение. То есть не напряжение, а вот работа какая-то. Какая-то работа. Интересно. Как будто вот это про мужское, да, сняли. Ну, то есть там же мужчины погибали, а женщины оставались, в принципе. Они жили потом в этом, и до сих пор там сижу, да, в этих домах. Но, наверное, может быть, им было плохо. Ну, как-то приходилось работать. Ага. Тяжело как будто им было без мужчин? Ну, как бы, наверное, да. А это, да? Да. Ну, сейчас проговорим. Давайте, и Олю тоже спрошу потом. А давай так пока через фразы. Я признаю и принимаю всех в своём роду. Я признаю и принимаю всех в своём роду. И в своих прошлых воплощениях. И в своих прошлых воплощениях. Женщин. Женщин. Кто терял мужчин? Кто терял мужчин? Оставались одна. Оставались одни. Оставались одни. Без поддержки помощи. Без поддержки помощи. Кому приходилось тяжело работать. Кому приходилось тяжело работать. Угу. Я их признаю, принимаю, даём место. Я их признаю, принимаю, даём место. признаю этот опыт ровно по той цене по которой он мне достался признаю этот опыт ровно по той цене по которой он мне достался как сейчас ну да это женская такая какая-то штука отзывается слова говорю но пока внутренне еще не доходит трах такой ощущение как будто от мужчины я избавилась уже уже пора бы еду то есть никто теперь не рискует с жизнью ну да вот и опять тяжело то есть это вот такое сейчас потихоньку как будто это как-то тяжело это стало видимым а как будто бы с мужчиной то может и легче было до проекта с мужчиной это было опасно потому что мужчина ж погибли до без мужчины тяжело без мужчины тяжело да ну по крайней мере такого то есть и так и плохо и так плохо и так плохо это аль что то есть ну там идет что без мужчины дом не нужен мне квартира вообще нужна ну почему-то про дом может расширить просто у нас дома в роду ну да в роду там дома давай так может быть попробуем зайти хочешь ли ты знать что у тебя всегда достаточно энергии сил ресурсов ты всегда подключена в бесконечную изобилию вселенной и ты можешь опираться на творца на себя на внутреннего мужчину и легко создавать любые дома квартиры менять при желании пересоздавать иметь в собственности и если надо нанимать там уборщиков да какой помощников привлекать каких-то мужчин это все возможно и безопасно для тебя их кстати хочешь ли ты знать разницу между жизнью своих предков у которых женщин у которых мужчин погибали и своей жизнью что это уже новая реальность и даже если у тебя появится мужчина он может выжить жить прекрасно долго и счастливый что очень хочу на свою реальность особенно про разницу да вот в этой теме мне бы тоже хотелось знать это теме еще не это не дошла до до да 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 чтобы у тебя своя уникальная новая жизнь в новом времени в новых реалиях новых энергия и где ты можешь создать прекрасного мужчину-долгожителя здорового сильного крепкого замечательного как сейчас хорошо хорошо но теперь я залипла немножко стыдно что-то долго теперь я залипла в маму с папой потому что они только в доме и все хорошо и так я тоже не хочу как это свое судьбу да вот свое хочется хочется узнать разницу между твоей жизни жизни уже не мамы и папы да 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 и пускай признать прямо давай признаем разницу между их жизнями твоей жизни что дать и знание что ты можешь создавать вообще свою уникальную жизнь новую неповторимую новые отношения новую радость и новое вдохновение новую любовь новый секс новое изобилие хоть квартире хоть в доме а че у тебя нет необходимости повторять судьбу мамы и папы их отношениях каких-то сценарий маторны аха кстати интересно ты так сказала что она мама с папой но у них все хорошо но я так не хочу вот это как и не знаю я уже уже далеко на них не похоже своих решениях в своем жизненном пути туда уже в эту воду не войдешь хочешь ли тогда ты знаешь что у тебя может быть свое хорошо да и как это моё хорошо как это чувствуется о смотри вообще новые загрузки тут такого раньше не давал не приходила больше ли ты знать как это чувствуется твое хорошо на твое комфортно твое избей на твое вот на ощущение вот почувствовать сейчас ощущение прямо сейчас что ты уже в своем на своей квартире на она твоя собственная желанная сколько комнат четыре внутри нас три три а вот как оно хочется хочу 4 4 представлять но друзья кто хочет манифестировать свое прекрасное новое жилье прямо ощущаем представлять и как ты там себя чувствуешь что в теле чувствах прям погрузись туда в эту новую прекрасную квартиру можешь глаза прикрыть друзья погружаемся в новое жилье все или кому надо ремонт там если вы вас устраивает квартира или дома там отремонтируем какой-то докруче слушай но я вот исследую да почему-то я вижу балкон окно я хожу в комнату смотрю про пространство такое светлое свободное свободное дышать свободно но у меня почему-то зубы сжимаются да да почему-то я одна то есть я я я какая-то такая тишина я одна в ней и я вот ищу где где дети и и вообще где все какая-то она не жива не жива ну как бы она живая ну вот густовато ну давай мне пришло час а где дети где все и нужно давай так сейчас попробуем там тоже какая-то программа вылезает как будто бы если я и могу получить жилье то я теряю 4 семью что ли теряем что-то такое только одна давай через фразы я признаю и принимаю всех своем роду я признаю принимаю всех своем роду и своих прошлых воплощениях и своих прошлых воплощениях кто приобретал дом кто приобретал дом богатство богатство изобилия изобилия но и потери близких ценой потери близких я их признаю принимаю и даем всем место доходах как внутри плакать хочется печально пошла такая печаль какая-то давай поплакать да 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 ну прям можно поплакать да пусть слезки текут она не очень плачется только шум в голове ну через дыхание вот это по высвобождать там какие-то тоже понят тяжелые истории тяжелые истории понять что запрета ну вот опять у меня на при тоже идет что как будто я не могу иметь свою семью потому что тогда придется чем-то пожертвовать откликается тебе то там мужчины погибали то еще кто-то как будто куда-то денется не знаю не понимаю мне прямо тут вот такое как шапка знаешь из фольги твоя твоя сапка да не знаю шапка из фольги и всего ну сколько процентов твоя да нет моя нет отправим в точку создания на столько процентов давай просто мысленно отправляем мне хочется контролировать куда же она полетит а согласно ли ты завершить сопротивление изменениям сопротивление новому счастливому сценарию и выгоды все завершить выгоды завершить выгоды согласно завершить сопротивление и сопротивление хорошим изменениями да правильным счастливым да согласно завершить сопротивление с счастливым изменениям давайте сейчас прошу творца Пухон днах. Интересно, у нас мужская энергия в чате материализовалась. Я в том счастливый лингам. Радостный. А ты откуда знаешь? Ты ж не видел меня в шапочке. А на тонком плане, видимо, шапочку увидел. А сегодня вы же обе были в шапочках к этому эфиру. Кто был в шапочках? А, мы в шапочках с Олей, да. Ну что, дорогая, как сейчас? Настя опередил. Да, все считывается, все. Теперь Антон появился, теперь шапочки новые. Да, шапочки, да. Не буду связывать. Знаешь, какие-то песни, шапку-невидимку на письку надену. Оля... Это что-то прям новое, какая-то программа. Ты знаешь, у меня, я чувствую, навесной повеяло. У тебя шапка ушла или нет? Давай. Ну, я переключилась, да. Куда? Куда? Туда. Отлично. Ушла, ушла. Давай так еще, ага, хорошо, что... Знаете, такая пошла, такой договор, вот так тянула, тянула, то есть какая-то была, вот отпустить, не отпустить, а потом раз, и оно... Вот это старое сопротивление какое-то держал. Давай еще раз сейчас. Вот какое чувство, когда ты все в своей квартире, близкий рядом, все на месте, все хорошо, в новой реальности. Ты творец. Никакая там не жертва, не застрявшая. Ты в новой реальности. Вот почувствуй. Антон пришел в гости. В новую квартиру. Вообще хорошо. Я себя спокойно чувствую, то есть... Давайте покайствовать. Антон пишет, я приду, я приду, раз такая пьянка. Все, мы сходим. Да, да, да. Где в теле вот это хорошо почувствуй? Хочется прямо закрепить это. Биагодица. Какого цвета там энергия? Какие осюсения? Какого качества? Я чувствую ноги такие желто-оранжевые. А в ягодицах? Ну, желто-оранжевые. А, тоже. Потом пошли по всем ногам. Приятное, да, по осюсению? Слушай, ну, возникло определенное такое напряжение, ну, как бы, определенное напряжение, то есть внизу мне хорошо, да, а вот все, вот тут вот такая, ну, пошла вот тревога, да, ну, не тревога, а волнение, наверное. Давай, смотри, сейчас тут можно, конечно, пойти еще в раскопку, да, там много всего копать, пластов. Давай сейчас просто вот эту приятную желто-оранжевую энергию, связанную с тем, что ты в комфорте, в своей квартире, пришел мужчина, все хорошо, просто разольем, ты разольешь по всему телу, пусть вот эта новая энергия сейчас вытеснит, мягко, бережно, все, вот это то, что еще осталось дискомфортное. Да, мне нравится, мне нравится слово мягко, мне нравится постепенно вот это распространение такое, там разные цвета уже пошли. Да, 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 вот мужчин наш пишет, ягодицы желто-оранжевые ноги, мой вечер удалось сделать, мужчина одобряет и поддерживает явно. Спасибо, Антон, ты прям вовремя пришел. Вовремя пришел, да, 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 вот, и прямо вот разливай, и знаешь, тебе идет, ты можешь периодически, как волшебная практика тебе, на создание квартиры, и всем, кто хочет создать классную недвижимость, вы погружаетесь туда, ощущаете цвет, энергия, гадептей, и разливаете, а они уже танцуют. У меня, знаешь, пошло вот это вот, вот этот стоп, да, разнотирная такая штука. Да, 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 классно, через текло. Такое, и оно там еще фиолетовое, как бы вверху, ну, то есть вот пошли вот эти цвета, радуга. Классно, классно, энергия пошла, супер. Ну, ну, давай, хорошо. Давай сейчас, попрошу Творца интегрировать у тебя, у всех, кто слушал, все энергии, загрузки, да, сам гармоничным, безопасным образом в нашем пространстве и у каждого. И пусть легко, и радостно, и весело воплотится самое великолепное жилье для каждого из нас, кто этого хочет. Вот. Хорошо. Можно сделать чуть более активный вдох, вернуться, улыбнуться, да, ну, хорошо. Спасибо тебе за открытость, за доверие. Спасибо, Оль, спасибо Антону, который появился как раз. Включайся, включайся, что ты там в шапочке. Да, в шапочках, не видишь. В фольге. Да, 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 все не случайно происходит. И интересно, как раз, да, речь шла о мужчине, да, и мужчина проявился в поле. То есть взаимосвязаны, кстати, часто вопросы недвижимости и отношений. Хорошо, друзья. Ну что же, Оль, я вот думаю, делать еще, спрашивать, если только какую-то совсем коротенькую, наверное, раскопку, если есть желающие, еще, еще. Скажи, Олюшка, как ты чувствуешь? Ну, да, друзья, напишите все, что вам откликнулось из этой раскопки нашей. Да, Оль, прости. Ну, если только короткую или просто медитацию, потому что, мне кажется, уже перебор, уже почти час пятнадцать, да, и как бы... Да, мне тоже кажется, что уже так вот хорошо. Сейчас немножко почитаю чат. Секунду. Так. Так, сейчас. столь комная поглаживаю ее грудью, я млею, Аня. Вот это у нас еще и сексуальная энергия, видите, активирует коды нового времени. там, хотел в прямом эфире. Я ягодицы могу погладить. Это у нас будет на следующих закрытых дивах уже. Слушай, ягодицы, давай, я за. Свои? Мои, слушай, я даже не мечтал. Я с... Да, да. А ты смелее будь. Руки короткие. Давай встречаться. Да, конечно уже. Что там это все, знаете, дистанционно. Пора встречаться, я поддерживаю. Так, хорошо. Откликнулась новоселье у Любушкиной в четырешке. Почему фамилии? О, они, блин. Ладно. Да ладно, я нормально мне. Хорошо, все, это ваше. Я вообще нормально. С такой фамилией нормально, была бы другая фамилия, ну. Не стыдно же, Любушкина. Слово любовь. Любовь, это точно. Тогда поддержим. У нас в чате любовь, мужчины, красота. Аня, на новоселье, пожалуйста. Все, кто был. Боже, спасибо вам огромное. Я прям уже чувствую, что я перевеселась. Не, но я все делаю на материальном плане. Да, да, да. И вот все, кто был в эфире, приглашай. Можно портить. Я так люблю праздники. Вот эти все хороводы там с музыкой. В четырехкомнатные помещи. Да. Откликнул. Сейчас еще пишу. Да, что у нас? Я, кстати, на стадии. Сейчас, сейчас, сейчас. Переезду на днях. Съезжаю. Новое жилье не нашла еще, но уже переезд. Круто. Лена очень откликнулась, прорабатывала многолетний, незакончимый ремонт в своем жилье. Благодарю. Супер. Танечка у нас, кто с камерой, кто хочет голосом сказать, дорогие, включайте с камеры. Кстати, можно будет, может быть, нет, в телеграмме, наверное, не буду экспериментировать со звуком. Просто пишите, пожалуйста, телеграмм, как вам было слышно, во-первых, и что вам откликнулось из раскопки. Танюш, поделишься? Пару слов. Да, добрый вечер. Всем очень приятно всех видеть, такие прям мастера сегодня собрались, так здорово, все вместе. Вот, мне откликнулось, да, много чего откликнулось, было немножко, правда, тяжеловато. Я так зевала, думаю, ну раз зеваю, значит, точно в теле идет что-то такое вот. Встраивание, повторялось все слова и откликнулось, да, вот это вот мужчинами, что-то вот такое вот шло, шло, такое интересное, но никак не могла понять, о чем это для меня, а сейчас девчонки написали, что про ремонт, думаю, ну вот точно, вот что я имела в виду, но как-то тяжело было мне, тяжеловато мне шло, и я как-то ерзала и зевала, вот, и не могу понять, почему. Смотри, рекомендуйте тоже погрузиться, прям представить состояние, как ремонт уже произошел, вы уже все там не сломились, удобно, уютно, новая квартира, где в теле и разливают. Сейчас много идет информации, я ее раньше знала, но сейчас прям от крутых мастеров, кого я учусь, там слушаю, идет вот снова эта фишка, что состояние рулит, мы включаем нужное состояние, и оно привлекает нужные события из вот этой вот реальности окружающей, прям примагничивает буквально, все на состоянии, стопроцентно. Я вот опять же по своему оденчин, да, смотрела вот эти вот отношения, да, свой вот этот вот контакт антрический, я четко вижу, вот как я сначала это пространила, на тонких планах, вот это состояние любви, обмена, гармонии, ну вот такой легкости, расслабленности, счастья, и у меня это все, оп, вот именно это состояние было простроено уже, и оно привлекло, да, вот события, то же самое с какими-то другими, да, вот моментами, с отдыхом. А вот у Тани, у меня что-то крутится, Таня, у тебя же были какие-то сейчас события связанные с квартирой, по-моему. Нет? Не было у тебя? Там другие, продажи, продажи у вас же были, да? Да, 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 ну было, да, было. И что-то там было, вот что-то было, какой-то негативчик там был присоединён. А, ну негатив был большой, это не с квартирами связано, это было с мошенниками связано, с большим количеством денег. А квартиры, да, были с продажей То есть одно с другим было связано Большое негативное событие И два больших позитива Ты это связала, я помню, ты в комментариях писала У тебя какая-то связка произошла Что ты благодаря этому купила квартиру Но это не так А, да-да-да-да, не купила, а продала Продала Мы сейчас не будем тогда в это уходить Но какая-то работа пошла И вот смотрите, если вдруг застреваете в тюрьму Да, вот какой способ у нас Смотрите, раньше в основном Ну, психология, терапия там уходили, да Уходили в тяжелое Все вот это вот надо было раскапывать И просто сейчас уже можно не копаться там долго и бесконечно Потому что реально там можно закопаться Сейчас можно просто альтернативу Включаем новые энергии, новые состояния И они просто вытесняют, знаете, как вот Вытесняют вот это все старое И уже не надо там копаться бесконечно Вот это все вынимать, вот это вот все стереотно-пускать Правильно я понимаю То есть я какую-то рисую реальность для себя Какую-то такую радостную Как мы сегодня говорим про радость, да Радостную реальность В деталях не в деталях Но чувство радости я ощущаю И этим самым я как бы намерение создаю И вот создаю я уже намерением эту реальность Сначала на состоянии, а потом я чувствую Разливаем эту энергию по всему телу Можно и по всей ауре разливать Я эту практику часто даю в разных вариантах Вот она сейчас прям в топе И ходим, чаще прокачиваем именно вот это состояние И как только мысли, что не хватает денег Или это тяжело, или еще что-то Мы включаем осознанно это новое состояние И оно будет вытеснять Это как новые нейронные связи Они будут вытеснять вот эти все старые страхи Тяжести и прочее Вот так вот работает Я сейчас сама Январь, да Потому что есть еще вот этот тонкий момент Когда ты на тонкой грани находишься Когда постоянно мысли такая возвращается Ну а денег-то где на это взять? Ну денег-то нет То есть вот получается, что вселенную за жабры Дай мне, это все Я замучилась уже в эти состояния входить Вот А не материализуется это никак И конца не видно Вот, и получается, что идеализация какая-то Я не знаю, требование какое-то идет Ну это старое Опять нехватка, да Требования за жабры, дефициты Это все старое Убираем и просто входим, что уже все есть Уже все хорошо То есть максимально повышаем вибрации состояния Что в кайфе уже сейчас Я уже как будто сейчас живу в этом ремонте И оно тогда будет легче идти Вот так вот Все, поняла Спасибо, благодарю Да, я же вам рассказывала, что я месяц как раз была Сейчас весь январь тоже в терапии В личной, как клиент И там работала с мастерами Парой, ну классной такой, нового времени И мы там делали как раз практики Мне вот это очень понравился, вот этот прием Да, мы что-то раскапывали, завершали Но часто мы делали просто, разворачивали Три поля, там три сферы я даю на закрытых, да Тоже коуч-группе То есть и все И ну просто включали вот новые состояния Высоковибрационные И все вот это старое просто растворялось И я почувствовала очень классный эффект Ну что вот действительно оно просто переключается Все в новое И ты уже идешь в новое И на этих энергиях И ретрит тоже в том числе у нас состоялся Еще какие-то у меня процессы вот пошли Потому что просто быстрая перезагрузка Быстрая Главное сейчас не застревать Вот эти старые пластинки Вот это по сути старые нейронные связи Что там нам не хватает Взять вселенную за жабры Там денег опять не хватает Просто старые Мы осознанно это выключаем И переключаемся Главное понять на что Вот переключаться можно на новое состояние Вот Но мы будем закреплять это все с вами на колоч-группе Кто у меня, да, на Сакральном Союзе Кто еще не включался Можно в феврале включиться Пишите в личку И скорее впрыгивайте Так, хорошо, дорогие Ну что у нас там Настя, Антону можно на Сакральный Союз? Антон, он же там у нас участвует периодически Но не все время В расстановках Мы же уже договорились Что мы пригласим Антона на фигуру секса Вот буквально в следующий Завтра у нас Сакральный Союз Но не завтра, наверное А вот следующий у нас будет На следующей неделе закрытый вебинар Антон, welcome Мы с тобой еще спишемся Напишу тебе время точно Слушай, я уже боюсь, что я в потоке Что-нибудь там напарю Вы меня просто Страхи растворяем Таня, тебя не слышно Включи микрофон Настя, я просто жду Когда мне дадут слово Вот мне просто сейчас Таня говорила Да, и вот то, что Антон сказал Вот добавка Вот знаешь, какую настройку хочется запросить Что я все делаю правильно Вот это ощущение Что я делаю правильно Как будто звучало Что-то я что-то там неправильно настраиваюсь Да, неправильно там я что-то сделаю Вот это вот ощущение Что мои действия всегда верны Вот какой-то такой Давайте, да? Откликается вам? Как будто сомнение Что ты по правильному пути идешь Ну вот тут это Или что сейчас ошибок наделаю Да, там косяков наделаю Что если я буду двигаться Да, ну то я вот А, это как у нас у мужчины было похоже Да, как раз на эфире Что лучше быть обездвиженным И не двигаться Чем двигаться Ну вот сейчас у Тани тоже вот это звучало Про что вот Я вот тут настраиваюсь, настраиваюсь, да? И как будто создаю иллюзию Там, ну вот это Что-то не то я делаю Да, ну давайте так Все вот эти сомнения Все, что делаю, то Да, давайте так сейчас Оля Все сомнения в себе Что все страхи, опасения Что я что-то не то сделаю Что я что-то накосячу Что я тут что-то ошибок понаделаю Все это рассоздадим И уничтожим нахэндпох И хотим ли мы знать Что мы вообще-то Бесконечный абсолют Бесконечный, вечный Чистейшая энергия И тут не может быть Правильного, неправильного Просто есть И все, что мы делаем Всегда в самом наилучшем Виде на данный момент времени И мы всегда можем Пересоздать Рассоздать Переиграть И все это божественная игра Которая нет Правильного, неправильного Завершить вообще Все эти дуальности Концепции И хотим ли мы знать Что все всегда В идеальном божественном порядке И мы всегда в идеальном божественном порядке. И с нами всё всегда в идеальном божественном порядке. Всё хорошо. Ещё советую подгрузить доверие Творцу. И себе. Потому что это одно и то же. Творцу в себе. Давайте активируем знания и чувства. Что такое доверие Творцу, доверие себе, доверие Творцу в себе, поскольку это всё, по сути, одно. Мы часть Творца. Мы сами Творец, играющий в человеках. И мы знаем, как это чувствуется. Каждая клеточка тела, каждый день нашей жизни. Так что, Антон, не бойся. Да, Антон, всё будет правильно, всё в идеальном порядке. Даже если ты будешь какой-нибудь буйный секс, значит, так будет правильно. Настя, это должен быть очень закрытый эфир. Очень. Он у нас очень закрытый. Он закрытый эфир. Уже мне стало интересно. Аня? Интрига? Интрига. Интрига. Можно на месяц включиться в нашу коуч-группу. Я подумаю. Подумай, подумай. Да, у нас сейчас вход. Хорошо. Как у нас телеграм, друзья? Как вам наша весёлая вечеринка сегодняшняя? Вы что-то молчите там. Вижу, что есть народ в телеграме. Вечеринка? Да. Вот. Что-что? Народ в шоке, говорю. Народ в шоке. Так, сейчас ещё. Когда у меня будет квартира, я буду приглашать вас на такие вечеринки к себе. Да, да, да. Отпишаю. Ну и сейчас. Да, да, да. Это Ивлеева отдыхает, да? Кто отдыхает? Ивлеева. Ну, которая устроила там эту... Это Антон обеспечит нам. Да, супер. Я просто пришла, улыбаясь, прям лёгко стирать. Что-то мне потом извиняться не очень хочется. Из меня Киркоров плохой. Мы не будем видео сливать. Да кто же вас знает? Даша пишет. Если что, меня можно на ротоноках. Меня всегда ставили сексу. Опыт есть. Даша, тебя можно... А два секса сделать. Женский и мужской секс. Две фигуры. В общем, посмотрим, что придёт у нас в потоке. У нас конкуренция за фигуру секса уже. Друзья, кто ещё? Почему ещё не все в нашей закрытой прекрасной коуч-группе Сакральный Союз? А давайте устроим кастинг на фигуру секса. Мне кажется, фигура секса должна быть из мужчины и женщины состоять. Ну, в том плане. У нас уже два есть. Да, да, да. Так что тут нет конкуренции. Да, есть сотрудничество. Хорошо, дорогие. Ну что, есть ли энергия? Я вот думаю сейчас, что мы ещё хотели. Есть тантрическая практика. Ну, она такая тантрическая, сердечная. Практика на раскрытие мужского сердца. Можем в таком экспресс-варианте делать, а более развернутый, глубокий на коуч-группе уже. Аня полиганит. У нас тут такая веселье в зуме. Есть секс на коуч-группе. Есть секс на коуч-группе, да. Да уже и сейчас. Ну что, друзья, или мы можем вытащить карту и завершить, может быть, пока тут совсем не разгоняешь. Мы уже прошли на карту. Ну, ещё одну. А я могу вытащить, кстати. У меня есть район, да. Давай крайон. Ну, тогда смотрите. Давай медитацию в следующий раз уже. Медитацию, практику в следующий раз. Мне тоже как-то идёт в следующий раз. Да. И нейрографику мы планировали порисовать. Через нейрографику активировать как раз коды счастливой судьбы тоже в следующий раз. Может быть, в одну раскопку, если время будет, тоже в следующий раз. Ну, а так приходите, да, на диагностические сессии приходите. За донейшн. Кто хочет поразбираться в личных всяких затыках и программах. Вот. Их хотите сделать фалосы. Их хотите сделать фалосы линговые. У нас мастер-класс, живой мастер-класс в Питере по свечам. Трансформировался прямо на ходу, прямо сегодня и сейчас во время эфира. И теперь, только он, может быть, не фалос, а лингом, мне кажется, это более какой-то... Да, счастливый лингам. Счастливый лингам. Кстати, не знаю, правильно ударение куда. Лингом или лингам. В общем, мастер-класс для всех. Счастливый лингам. Это на реализацию. На что это? На желание, на внутреннюю опору, на счастливые отношения, на дом. Это во всём поможет счастливый лингам. Классно пахнущий, кстати, очень вкусный, ароматный. Да, я купила новые травы, масла. Там есть такие магические травы, которые как раз помогают, чтобы всё стояло. Разноцветный воск у тебя, да? Будет на мастер-классе. Воск тоже. То есть ещё и лингам разноцветный. Можно выбрать цвет. Можно нацию выбрать, да? Нацию, да. В скандинавский или африканский. Главное, нам с вами не скатиться в вебкам в итоге. Вебкам. А, это вот, как это, спецуслуги, да? Да, Настя, ну ты же знаешь. А почему нет? А почему нет? Экторический вебкам. Это же вебкам. Это можно сейчас закрывать? Оля, признайся, ты хочешь вебкам? Уже участвую. Прямо сейчас. Это разогрев, нет. Разогрев, да. Это у нас новый, как это называется там, господи, ну типа бизнес, когда апгрейд делают, да? Слово такое есть. Формат. А как? Формат, нет. Ребрендинг. Ребрендинг. Ну да, типа ребрендинг, в общем, да, да. Это можно новое направление, в общем, в развитии. В нашем инфобизнесе. И нам покажут. Ира, вам потом в записи посмотрите в зуме. Ну или фотку пришлюсь. Не хочу в телеграмме что-то видео включать, потому что оно потом на записи как-то странно. Ну ладно, может, в следующий раз включу уже. Чего в зум не заходите? Вот, вы меня заразили, Лена пишет. Я уже в своей отремонтированной квартире увидела мужчину, хотя я не помышляла об этом. Классно, мы всех сейчас заразили. Реально, у нас такая огненная энергия, что всё, сакральные союзы просто сейчас будут плодиться и размножаться. Просто без вариантов. Ой, карту. А, карту показать. Ну я карту выложу, наверное, не знаю. Давайте вытащу карту, хорошо. Это торог района возьму. Торог района. Так, что там телеграмм у нас? Надо запускать. А, загружать зум в телефоне ещё не совсем разобралась. Ну ничего, в следующий раз разок запустишь зум тогда. Всё. В идеальном, божественном порядке. Кому надо в зум, кому надо в телеграмме. Ох. Так, можете запрос какой-то свой, да? Ещё сейчас продумать. Сейчас я выпишу. Так, щенос. Интересненько. Сейчас. Лингамы почему-то не вытаскивают. Я взду. Их, правда, нет в этой колоде. Ну даже они появятся. Да, мало ли. Мы же материализаторы. Слушайте, а давайте карты выпустим с лингамом. Вот, кстати. Исключительно. В разных видах. Это ещё одна бизнес-идея родила. Вот на лебеде, после, где будет карты. Что-что? На лебеде, когда вы их сфоткаете. А, и сфоткаем. Да, может быть, кстати. Разноцветные же будут. Заряженные такие. Блин, просто вообще фонтан идей. Хорошо. Давайте прочитаем. Вот кристальный родник что-то. Пришёл. Кристальный родник. Сейчас почитаем про что это. Сейчас, секундочку. Найду, где он у нас. Так. Хочу поехать к себе в дом 1 СС. А, с собакином, наверное, на полное восстановление. Хорошо. Это, видимо, запрос. Так. Секундочку. Кристальный родник 11. Так. Так, так, так. Где у нас тут? Послание. Читаю. Ты в чём-то сомневаешься? Чего ты боишься? Чем ты опечален? Ты терпел неудачи? Тебе кажется, там что-то уже никогда не получится? Вспомни, что всё зависит от тебя. Если ты решишь, что впереди только печаль и уныне, то так и будет. Если же ты решишь, что впереди новые возможности, новые дороги и новые успехи, так и будет. Ты есть дух. Дух – это Бог внутри тебя. Не сомневайся в могуществе Бога. Оно может стать и твоим могуществом, если ты захочешь этого, если ты позволишь это. Тебе сейчас нужна пауза, остановка. Если в твоей жизни ничего не происходит, это к лучшему. Движение продолжится, но только после того, как ты переосмыслишь свой путь, откажешься от прежних целей и намерений, приведших тебя в тупик. У тебя в душе кристальный родник чистых божественных энергий. Тебе нужно сейчас омыть себя и свою жизнь этими энергиями. Избавиться от всего на нас нового, ложного, ненужного. И тогда ты увидишь, что мир прекрасен, что ты прекрасен, что твоя жизнь уже прекрасна. И новые светлые пути сами начнут стелиться тебе под ноги, друзья. Мне кажется, очень в тему карта. Да, прям всё уже, новые пути. Просто открываемся к новым путям, и всё происходит. Вот, ну что, интернет говорит Лингаму Даренина и Лингам, значит. Спасибо, Лен, будем знать. Лингам, да, тоже красиво. Вообще красивое слово, такое заряженное. Мне кажется, как мантру можно женщинам брать. И уже просто лингом, лингомофонный коньяк. Лингомофонный. Ой, хорошо, друзья. Ну что же, значит, что у нас? В воскресенье, если сейчас соберёмся, то будут свечи. Если сейчас не соберёмся, то будут позже. Это воскресенье, февраль, 11-е волшебное число. Если не соберёмся, то, возможно, мы с Олей, скорее всего, поедем. В волшебный выбор вдвоём пока для начала. Единственное, что у меня в тантра в понедельник. Ну посмотрим, но на вечер. В общем, ладно, это мы с тобой уже лично решим, как оно наилучшим образом, чтобы всё сложилось. Кстати, у меня ещё серьги новые, это мы с Анютой были на, кстати, Дэнс, и купила. Они тоже работают на наше поле и пространство, да? Два голубка, вот. Так что тоже с намерением куплено на классный сакральный союз. Так что всё, всё может работать на нас просто. Что ещё? Олюшка, скажи что-нибудь. Как ты? Я отлично, как я. Хорошо. Возле пришли, возле в пространстве распаковались, распаковываются. Энергия новая пришла, отлично. Антон пришёл. Пришёл, да, да, да. Мизмай у нас с 18 по 24 марта. Да, тоже мощное место силы, мощная там просто энергия как раз на активацию счастливой женской судьбы. Мужчинам тоже можно, это будет работа и с женской, и с мужской энергией в любом случае. Вот. Антон, поехали с нами. Все вообще поехали. Там будем продолжать. Я стесняюсь. Я возбоюсь. Ты нас не видишься. Ну ничего, ну ты ещё побудешь у нас на расстановках поучаствовать, мы там это всё дотрансформируем, дотопим. Я побуду на закрытом эфире, а потом подумаю. Да, да, да. Хорошо, мы там ещё тебя порастапливаем. Кстати, стеснение, это же, я делаю себя тесным, да, стесняться, смущаться, это всё. Создаю себе тесность, поэтому... Антон, позволь тебе всё. Я в принятии. Так, Лена пишет, но есть ещё и другая точка зрения в санскрите нет фиксированного ударения. Вот видите, какая квантовая реальность. То есть в одной картине мира лингом, а в другой картине мира не фиксированную, да, или лингом-лингом, лингом-лингом. Вот так вот всё сейчас очень не фиксировано. Это тоже код, кстати, новой реальности. Давайте его сейчас тоже активируем. Просто даже через слова идём, что не привязываться к концепциям, а позволять жизни, себе, реальности быть текучей, быть изменчивой, без жёстких определений каких-то, да, ярлыков. А просто вот текучем потоке жизни. И чем более мы становимся просто, ну, убираем, это знаете, как детское, будьте как дети, но не будьте детьми, Христос сказал. Соответственно, дети, они же тоже ещё без концепции, для них мир очень текучий, да, вот всё такое, вот пересекающееся, гибкое. И дети сами очень текучие, неподвижные. Вот у меня вчера приезжала прекрасно наша девушка, участница нашей школы группы, с малышом убиралась, да, здесь вот в квартире. Уборку мне делала. И малыш, это настолько, вот мы наблюдали, да, это настолько спонтанная, текучая энергия, там столько радости. А если недовольство, то тоже сразу проявляется вот это недовольство. И сейчас мы все возвращаемся в это спонтанное, очень текучее состояние, но при этом с осознанностью уже, да, с пониманием, что вот мы, эта энергия, мы, этот вред, за каких-то законов этого мироздания, этой матрицы, вот так вот приходит. В Библии же есть, что будьте как дети, познаете или придёте в Царствие Небесное, да, типа как будто попадёте, но на самом деле это про раскрытие сердца, ну, в Библии посмотреть, да, то это как бы не надо там куда-то идти, да, попасть там к какому-то Богу, Бог уже здесь, да, то есть это познаете Царствие Небесное на земле. Да, 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 точно, 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 всё уже здесь. Хорошо, дорогие, всех благодарю, благодарим, да. В субботу, смотрите, второй эфир у нас в субботу, 10 февраля в 10 утра. Там мы рисуем нейрографику, готовьте рисовальные принадлежности. Там мы делаем тантрическую практику, возможно, если вдруг не успеем, ну, будем на, в любом случае мы её будем в расширенном варианте делать на закрытой коуч-группе в Сакральном Союзе. Что ещё? И, возможно, раскопку, у кого будет жгучее желание попасть к нам с Олей, вы видите, да, как мы в паре дружно работаем, поэтому тоже можно заявиться, и, возможно, ваше желание реализуется. Вот, завтра. Давай Антона. Что? Антона раскопаем. Антона раскопаем. Ну, мы уже, в принципе, и так в прошлый раз пораскапывали, но не только его. Но если Антон согласится. Антон, мы хотим тебя пораскапывать. Оля хочет тебя пораскапывать. Я готова. Я готова. Мне пришлось уговаривать практически, а Антону сами предлагаете, да? Это Оля. Настя, ну мы с тобой обсудим детали, правильно? Мы обсудим детали, да. Хорошо. Хорошо. Но это просто не так часто, возможно, мужчина даётся в ручки-то. Вот. Поэтому это всегда тоже интересно. Я даже некоторым мужчина, у меня были опыты, мы с мужчинами, приезжают мужчины. Один мой знакомый из тантрических кругов делает мне классный массаж. Ну, просто он специалист по массажу, хороший массаж. Я говорю, слушай, давайте в обмен эту сессию, она у меня дорогая, да? А у него есть запросы по продвижению, по деньгам. Нет, он уже полгода динамит, боится. Я понимаю, что он просто боится. Ну, у мужчин у многих есть страхи, да? То есть он может массажами обменяться, ещё что-то. Ну, раскрыть душу, да, раскрыть психику, подсознание. Там же склады, как мы видели уже, айсберги, всяких зарядов и тяжёлых напряжений. Ну, я ладно, я не давлю, нет, пожалуйста. Настя, ну, если серьёзно, я думаю, что это индивидуальная всё-таки работа. А же нет никого индивидуального, мы все одно. Ну, нет, ну, нет. Есть реальность, где мы разделены. Ну, это, смотри, как я вижу, вот Аня, например, не побоялась на группу это сделать. Почему это? Я вообще не настаиваю никак. Просто почему это хорошо делать на группу? Потому что много у нас похожих кодов и программ. И тогда сразу идёт исцеление не только на одного человека. Да, ко мне приходит кто-то, индивидуально говорит, ну, я не готов вообще или не готова на группе что-то прорабатывать. Пожалуйста, поработай лично со мной. И это тоже нормально, это тоже выбор. Но когда для меня более благодатная именно групповая работа, потому что кто сейчас присутствует, куча народных записей посмотрит, и у всех произойдут какие-то осознания, пусть небольшие, но исцеления, завершения похожих кодов. Вот с Аней мы начинали, там вот эти тяжёлые истории всплывали, они у многих в родах, в родовых кодах есть. Вот так вот. Ну, я и так это вижу. Слушай, у нас есть всё-таки культурный код, да? Может быть, у каких-то наций это и проще получится. Может быть, у кого-то из европейцев проще получится. Ну, например, венгры и там какие-нибудь англичане, это разные люди. Не знаю, не знаю. Ну, хорошо. Давайте мы выгрузим твой этот моральный культурный код. Культурный код. А не получится, он сильнее. Он же приобретён. А такая пришла, Оля красиво взяла и выгрузила. Да так всё просто? Да нет. Тут просто разные, нет, разные уровни работы, и это разное. Есть индивидуальная работа, да, когда нужно безопасно, потоньше, поглубже. А есть коллективная работа, когда ты просто собираешь много энергии, как бы, да, и, ну, не такие тонкие темы, скажем так. Да. Я это тоже вижу. Антон, я пошутила. Не будем выгружать. Ну, блин, а я уже воспринялся, я уже готов, Оля, я уже готов. Ладно, друзья, это между собой всех. Мы можем потом отдельно уже как-то. Пиши адрес, куда ехать. Куда? Ты же знаешь. Ради у нас. Вот, хорошо. Ладно, друзья, напоминаю, коуч-группа, завтра мы с вами в 19.30 встречаемся, как обычно, тоже в зуме. Всё, друзья, всем обнимашечки. В среду, кстати, в какую-то, по-моему, у меня ещё нейрографика стоит. Ну, в общем, напишу там в чатах, везде анонсы будут. Нейрографику порисовать на принятие всех своих частей. Тоже сейчас очень актуальная тема, что со мной всё хорошо и прочее. Вот, круто, да-да-да, пишет нам в Телеграм. Всё, дорогие, всем обнимашки. Всех благодарю. Да, до связи. Спасибо, спасибо большое. Пока-пока, спасибо всем. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...